Екатерина Ворончихина на избирательный участок номер 50 вместе с мужем и двумя маленькими детьми пришла в числе первых. Почему мы идем на выборы? Потому что это моя страна, мой дом, и я хочу, чтобы здесь был порядок. А знаете, мнение, что там и без нас, кого нужно выберут, это не для нас. Потому что мы сами выбираем, кто будет стоять у руля, мы сами выбираем своего президента. На часах всего 11 часов утра. Избирателей с каждой минутой становится больше. Многим, чтобы получить бюллетень, приходится стоять в очереди. По словам председателя избирательной комиссии номер 50 Евгения Кислякова, еще до открытия участка на пороге школы имени Пырерки ждали своего избирательного права более 10 человек. Выбор проходит хорошо. Избиратель достаточно активен. Сейчас мы с вами уже наблюдаем множество избирателей. У нас по списку избирателей 1995, естественно, были открепившиеся и были включенные в наш список. В числе более тысячи избирателей участка номер 50 и Павел Рахмелевич. Потому что мы понимаем, что в ближайшее время будем жить по тем правилам, по которым определит будущий президент. Поэтому это очень важно. Тем более времена непростые у нас, и внешнеполитическая обстановка у нас не очень такая, скажем, вольготная. Надо быть сосредоточенным, надо ответственно подходить к своему выбору. Поэтому понимаю, что в зависимости от моего голоса будет жить моя семья, мои дети, дети моих детей. Поэтому для меня это важно. С каким настроением пришли на выборы сегодня? С чудесным. Слушайте, погода хоть морозная, но все-таки такая солнечная. Праздник чувствуется, шарики, музыка играет. Соревнования прямо перед участком происходят по национальному миниу спорта. Большой праздник земли и спорта около избирательного участка номер 50 организовали сотрудники средней школы имени Перерки. Впервые на них прошли соревнования по нинецкой поясной борьбе. Это уникальный вид спорта, где главный элемент борьбы не оружие, а аксессуар одежды. Настоящая нинецкая борьба подразумевает под собой, что борьба будет происходить на поясах. То есть два соперника будут хвататься за пояса и пытаться побороть друг друга. То есть вот такие именно пояса мы будем использовать сегодня в нашем соревновании. Борьба на поясах – это не просто национальная потеха у нинцев и многих других народов, но и серьезный вид спорта, в котором проводятся турниры и чемпионаты всех уровней, вплоть до мировых. Директор школы имени Перерки уверена – первые шаги к спортивному Олимпу уже сделаны. В нашей школе с января месяца открылся такой кружок. У нас сегодня пройдут показательные выступления для того, чтобы привлечь, показать, познакомить детей с этим видом спорта, зарождающимся вообще у нас в стране. Центром притяжения на праздники стал и нинецкий чум. Его установили рядом со школой. На вкусный запах горячих лепешек и других традиционных блюд шли десятки избирателей и гостей праздника. Их радушно встречала хозяйка чума – Олевтина Канева. У нас сегодня меню и бульон с мясом, уха из рыбы, делаем лепешки традиционные. Именно их делали на печи, вот как у меня помощники помогают, помощницы вернее. Рецепт он такой простенький – мука, вода, соль, сахар, сода. Ну, конечно, если бы еще и кровь была, добавляли еще кровь. Классно. А много желающих попробовали? Много-много приходят, пробуют, мы не отказываем. Также для многочисленных гостей, кроме гастрономической и спортивной программы, была организована и культурная, с нинецкими песнями и театрализованными постановками. В общем, выборы президента страны для нашего округа стали не только важным событием, но и общим ярким праздником. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Телеканал Север.